МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахская Советская Социалистическая Республика, вторая по величине и четвертая по численности населения среди братских республик. Земля с многовековой историей и культурой. Огромные просторы республики, почти 3000 километров от Низовьев Волги до Алтая, и 1700 километров от Западно-Сибирской равнины до хребтов Тельшане. Казахстан-сокровищница полезных ископаемых. В недрах республики выявлены почти все элементы таблицы Менделеева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За годы советской власти край былых кочевий, нищеты и отсталости превратился в республику с мощной и разносторонней промышленностью, развитым сельским хозяйством, с высоким уровнем культуры. Достижение Казахстана отмечено пятью орденами Родины. В республике появились совершенно новые отрасли промышленности. Черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химическая промышленность. Природные ресурсы и промышленность республики определяют развитие сложившихся территориально-производственных комплексов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем свой рассказ с Караганды, награжденной недавно орденом Трудового Красного Знамени, сердца Карагандинско-Темиртаусского комплекса. Здесь основная база черной металлургии. Уголь дал жизнь этому городу и определяет трудовой уклад его жителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Караганда – крупнейший промышленный центр республики и второй по численности населения город после Алма-Аты. У шахтерской столицы своя особая жизнь, напряженная, интересная. Город отличается особой планировкой. Он состоит из нескольких десятков жилых массивов, занимающих площадь более 800 квадратных километров. Это вызвано тем, что город рос в разное время у вновь разрабатываемых месторождений угля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Караганда – студенческий город. Вузы его готовят специалистов для ведущих отраслей промышленности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город представлен разнообразными промышленными предприятиями тяжелого машиностроения, где производится оборудование для угольных шахт легкой и пищевой промышленности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КРАГАНДИНСКИ Казахстанский металлургический комбинат – один из крупнейших в стране с законченным производственным циклом – доменным, мартеновским, прокатным, коксохимическим. Днем и ночью казахстанская магнитка выдает продукцию – чугун и сталь, трубы, рельсы, тонколистовое железо и другие изделия проката. На берегу древнего Актингиза, как раньше называли озеро Балхаш, в 30-е годы возник город. А все началось с открытия богатого каунрадского месторождения. Стране нужна была медь и еще раз медь. В 1938 году была получена первая плавка Балхашской меди. Сегодня Балхашский горнометаллургический комбинат известен во всем мире. Он выпускает черновую и рафинированную медь, а также цветной прокат. Его медь известна в Польше и Чехословакии, Кубе и Вьетнаме, Болгарии и Венгрии, Англии и Франции, многих других странах. Медь незаменима в авиастроении, автомобильной промышленности, для линий электропередач. Балхашская медь является эталоном чистоты на международном рынке. Казахстан один из важнейших районов цветной металлургии СССР. Рудный Алтай является старейшим районом полиметаллической промышленности. Там, где до революции было два мыловаренных заводика, до шесть кожевенных, теперь мощный индустриальный центр республики. Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат строился в тяжелые годы войны на базе эвакуированного из города Арджиникидзе завода электроцинк. Комбинат первым в Казахстане завоевал почетное звание предприятия коммунистического труда. Много славных дел на счету дружного коллектива этого предприятия. Продукция комбината это цинк, свинец, кадмий, серная кислота, черновая медь, благородные и редкие металлы. Младший брат флагмана цветной металлургии титаномагниевый комбинат имени 50-летия Октября, работающий в середине 60-х годов. В этих ретортах плавится крылатый металл. Титан и магний обладают рядом ценных качеств, которые требуются для самолета и ракетостроения. С открытием месторождений нефти на полуострове Мангышлак начала бурно развиваться нефтяная и нефтехимическая промышленность республики. Суровые климатические условия, безводья делали этот край при царизме местом для ссылки. 1961 год. Первый фонтан нефти забил на плато Житебай. Эту дату можно считать началом возрождения Мангышлака. Как мираж в степи возникает перед нами город, названный в честь великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Сегодня проблема водоснабжения решена. Через трубы атомного опреснителя перегоняется морская вода. Долго ждала своего звездного часа Мангышлакская земля. Сегодня эта земля расцвела и для многих стала родным домом. Все здесь сделано руками человека и для него. Шевченко типичный для нашего времени город. В 1959 году его еще не было на карте, а сегодня это город с неповторимым обликом. Каждого, кто бывает здесь, не может оставить равнодушным оригинальная планировка зданий. Архитектура города заслужила международное признание. Рост наших городов – результат создания и развития промышленного производства. В Казахстане сегодня 82 города. 66 из них образованы за годы советской власти. Павлодар-Экибастузской комплекс является одной из основных топливно-энергетических баз страны. Экибастуз – это гигантские запасы угля. По приблизительным подсчетам ученых, запасов бассейна хватит на ближайшие 100 лет. Горняки здесь трудятся на уникальных угольных разрезах такой мощности. Разрез «Богатырь» – один из крупнейших в Экибастузе. Круглые сутки здесь идет добыча самого дешевого угля в стране. Один лишь «Богатырь» дает в минуту 100 тонн угля, который идет на Урал, в Среднюю Азию, в Сибирь. Но сегодня экономичнее сжигать уголь на месте, и потому здесь строятся сверхмощные тепловые электростанции. Павлодар, бывший захолустный городок, за сравнительно короткий срок неузнаваемо изменился. Широкие проспекты, многоэтажные светлые дома, тенистые парки. Субтитры создавал DimaTorzok Гордость Павлодара – тракторный завод имени Владимира Ильича Ленина. В 1968 году с главного конвейера сошел первый трактор марки «Казахстан». Сотни тысяч таких красавцев бороздят хлебные поля страны. Павлодар является центром алюминиевой и нефтехимической промышленности. Большое значение для народного хозяйства республики имеет южный, внутриреспубликанский экономический район. Неузнаваемо изменился облик старейшего города Казахстана – Джамбула. Здесь проходил шелковый путь из Китая в Европу, а существовавший в те времена город Тарас упоминается в письменных источниках 6 века. Новую жизнь Джамбулу вдохнул «Камень плодородия». В 1936 году советские геологи открыли каратауское месторождение фосфоритов, общие запасы которых оцениваются приблизительно в 3 миллиарда тонн. В настоящее время лидирующее положение в республике занимает горно-химическая промышленность и основная химия, связанная с добычей ископаемого сырья, производством минеральных удобрений и кислот, серный и фосфорный. В городе Джамбулле работают два завода по производству суперфосфата. Эти удобрения обеспечивает сельское хозяйство Казахстана, Средней Азии и части Сибири. Чимкент является центром цветной металлургии, химической и фармацевтической промышленности. Руды, добытые и обогащенные на месторождениях Ачисая и Мергалимсая, идут на Чимкентский свинцовый завод. Объединение Чимкент-шина – одно из молодых предприятий города. Оно дает свою продукцию для автомобильной промышленности. Одно из старейших предприятий города – химико-фармацевтический завод, которому исполнилось 100 лет. Заканчиваем мы свой рассказ столицей Казахстана – Алма-Атой, награжденной орденом Ленина. Алма-Ата сегодня большой современный город, политический, административный, культурный центр республики. Растет и хорошеет с каждым днем город, население которого насчитывает больше миллиона жителей. Своеобразная архитектура, в которую гармонично вплетаются элементы национального орнамента, обилие зелени, ярких цветов, дают право казахстанской столице называться городом-садом. В Алма-Ате широко развита сеть учебных заведений. В 15 вузах города обучаются более 100 тысяч человек по различным специальностям. Первый ученый казах Чокан Валиханов не мог и предполагать такого расцвета науки и культуры родной земли. Академия наук республики объединяет научные учреждения, которые разрабатывают проблемы по всем основным направлениям науки. Это исследования в области химии высокомолекулярных соединений и биологии, радиационной физики, металлогении, геологии, гидрогеологии, металлургии, сельского хозяйства, в области литературы, языкознания и многие другие. Город является одним из крупнейших индустриальных, научно-технических центров республики и страны. Экономика Алма-Аты развивается быстрыми темпами. Ведущими отраслями промышленности города являются машиностроение и металлообработка. Алма-Ата является крупнейшим центром легкой и пищевой промышленности, важным узлом железнодорожных, автомобильных и воздушных путей сообщения. Столица живет богатой духовной жизнью. Здесь плодотворно трудится большой отряд творческих работников, художников, литераторов, артистов, композиторов, музыкантов. Казахская Советская Социалистическая Республика обрела современный облик за годы советской власти и уверенно идет по пути прогресса в ряду братских республик нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин